Говорить об Олеге Янченко очень трудная задача. Дело в том, что с ним был связан очень большой, очень плодотворный и очень богатый событиями период в моей жизни, поэтому я наверное остановлюсь лишь на нескольких эпизодах. Наше знакомство произошло случайно. Дело в том, что я начала играть на органе еще в училище при консерватории и училась в классе Ольги Александровны Илларионовой, которая была первой органисткой Мадригала и много с Олегом общалась. И мои данные находились в концертном отделе филармонии, как человека, который знает многие органы Москвы и может хорошо ассистировать и российским и зарубежным органистам. И вдруг мне раздался домой звонок и редактор из этого отдела спросила меня, не соглашусь ли я помочь Олегу Янченко. Ну я конечно не задумываясь согласилась, я еще даже не училась тогда в консерватории, я прибежала на репетицию в зал Чайковского, а ну я помогала в каких-то произведениях, все вдруг Олег Григорьевич достает медитацию и говорит, вот так, здесь строчка для ассистента, вот здесь ты играешь. У него даже не было такой идеи, что я вдруг не могу это сыграть, я ведь была совсем молоденькой девочкой. И так Олег Григорьевич подходил ко всем, он всегда думал о людях хорошо, большей частью, всегда думал, что все люди талантливы, могут сделать все что угодно, могут спеть все что угодно, исполнить все что угодно, вот так же, как это может делать он. И это меня тогда очень удивило, вот такое доверие, оказанное мне, совершенно еще сопливые девчонки, и я это очень ценила, и всегда старалась ему помочь, когда только могла и много лет это делала. А второй эпизод, который я хотела бы вспомнить, мы как-то репетировали у меня дома с моим коллективом, которым я тогда руководила, ансамблем солистов «Российский консорт». Моя дочка была маленькой, часто болела, и все приезжали, естественно, репетировать ко мне домой. Вдруг-то раздается звонок. Голос Олега Григорьевича я узнала с трудом. Он был такой подавленный, тихий. Он спросил, «Лена, ты дома? Я могу сейчас приехать?» Я сказала, «Конечно, Олег Григорьевич, в чем дело? Приезжайте, никаких вопросов». Приехал Олег Григорьевич, лица на нем не было. И он мне говорит, «Вот только честно, вот вы мне все скажите, и ты, Лена, в первую очередь, что моя музыка такая плохая, ее невозможно играть, ее невозможно слушать». Я спросила, «Олег Григорьевич, в чем вы так говорите? Вы же знаете, я с удовольствием всегда вам ассистирую, и с вами играю «Домцу Шпайр», и медитацию, и играю вашу авамарию, вашу, и в вашем переложении авамарию Качини. Он сказал, «У меня состоялся тяжелый разговор с мадригалом, у меня должен быть творческий вечер в зале Чайковского, и они отказываются петь мою музыку». В этот момент в комнате царила такая атмосфера полного взаимопонимания, потому что все мои певцы переглянулись со мной и кивнули головой. И я просто повернулась и сказала, что «Ну, а мы все споем, если хотите». В одночасье изменилось лицо, в односекунде вернее. Он сказал, «Правда? Вы будете это петь?» Мы сказали, «Да». И мы через две недели или три недели пели в зале Чайковского его творческий вечер, оперу «Балаганчик», симфонию «Микеланджело». Тогда мы познакомились с Анатолием Софиулиным, его большим другом, который стал потом большим другом и всего ансамбля, и моим лично. И мы очень много раз исполнили еще это сочинение. Особенно запомнилась та презентация, когда стихи «Микеланджело» читал Андрей Вознесенский, и с нами еще пел минский коллектив Камерата. Это было незабываемое исполнение, незабываемый вечер для нас, для всех. И с «Микеланджело» мы, кажется, объездили всю Европу и были очень благодарны Олегу Григорьевичу за то, что он нас пустил в свой мир, в свой щедрый мир, в мир его музыки, в мир его творчества. Стоило ему появиться на репетиции с горящими глазами, как сразу лилась музыка. Если до этого мы даже что-то не понимали, какую-то фразу, какой-то эпизод, двух ремарк было достаточно, чтобы все вставало на свои места. И этим отличался Олег Григорьевич и в жизни, и в творчестве. Он никогда не говорил много, не говорил лишнего, он мог резко высказаться иногда очень резко, сделать резкое замечание, но это всегда было по делу, никто не обижался. И я очень счастлива, что судьба меня свела с ним, и я могла много лет работать вместе с этим человеком, играть его музыку и играть под его руководством его музыку, потому что мне приходилось играть и органную, и клавесинную партию в его сочинениях, и даже в симфонии Андрея Рублёв партию рояля. И это были незабываемые минуты и незабываемые часы. И я надеюсь, что вот для всех тех, кто не был счастлив быть с ним знакомым, мы сможем как-то сделать его ближе через его музыку, через его творчество и через память о нем.